Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Ну что ты, камера опять барахлиш, а? Давайте забирать все эти вкусняшки в виде электричества, еды, воды и так далее. Что, опять у тебя мало места? Ну это не беда. Главное, что мои ребята уже добежали до точки назначения и мы приступаем к с вами. Путь Полы Пламкин. Осмотреть убежище 730. Я с удовольствием это сделаю, ребята, вместе с вами, так что приступаем. Так, моя бригадушка готова. Сейчас мы будем здесь разбирать всех. О, лутанули ядер кола, вот это замечательно. Ну же, шагай вперед, а то проиграешь. Ну, не волнуйся, ребята, мы здесь, наверное, не проиграем. Ух, какой заковыристый здесь у них путь, смотрите-ка. Шкафчик с крышечками. Мне нужны крышки и как можно больше. Это наше все. А здесь вообще пусто. А нет, не пусто, ребята, елки-палки на рейдеры. Ладно, сейчас мы их по-быстренькому разберем. И я хочу забрать вон там, что я пропустил. Вдруг там какая-нибудь вкусняшка, да? А мы ее здесь будем оставлять каким-то рейдером. Нет, так дело не пойдет. Сейчас залутаем здесь. Ага, крышки. Черчеж получили. Вот это хорошо. Ну же, разберемся с этим. Мы уже разобрались. Уже. Неужели ты не видишь? Ну, это ваш не последний бой. Это только начало. И тишина. И еще одна ядер кола и изолента. Изолента фигня. А вот ядер кола... Это просто смак. Знаете, как... Че, тупик, что ли? Хе. Зачем они так сделали? Ума не приложу. Так, три этажа еще у нас здесь вниз. Хорошо. Ну-ка, давайте-ка глянем, что у нас тут. Тараканы. Угу. Давайте быстренько их разберем. Да, ребята, вы можете подумать, почему я так часто снимаю Fallout. Чаще, чем Hustle Castle. Ну, я вам скажу элементарно, что в Fallout мы только начали играть. Здесь еще очень много нам что предстоит сделать. Поэтому серии будут, наверное, выходить почаще. Ну, а в Hustle вы сами прекрасно знаете. У меня там одни только постройки сейчас сидят по неделям. Нам придется этого ждать все. Уже когда построится, будем, конечно же, дальше продолжать. Ох, тараканчики вы мои. Так, забираем здесь. Ммм, шерсть. Она нам не нужна. Хотя, может быть, для чего-нибудь пригодится. Но я прекрасно знаю, что зеленые вот эти вот ингредиенты нужны для обычного оружия. А мы его и так неплохо здесь лутаем. Смотрите-ка, и револьверы, что только не нашли. И ружье. О, а это кто у нас такой? Вы еще хуже, чем та тетка, Пола. Как бишь ее. Пламкин? Пола Пламкин? Куда она пошла? На какой-то завод, где делают ядер-колу. Все равно вы отсюда не уйдете. Вот это ты, конечно, зря так сказанула. Ух. Еще две ядер-колы и костюмчик. То, что нужно. Я с тобой полностью согласен. Ядер-кола, это да, это вещь. У нас два самых таких важных ресурса. Это крышки и ядер-кола. Просто неохота приходить домой, согласитесь, с рейда без крышек. Это как-то не поймут меня мои жители. Угу, опять тараканы. Просто на ура мы их разбираем. Еще одна ядер-кола. И того у нас... Ёлки-палки, шесть штук уже. Хм. Здесь очень бы пригодился мистер-помощник. Да, кстати, ребята, вот этого робота, который нам будет помогать, его и звать мистер-помощник. Который собирает... Энергию, воду, в общем, все, что накопилось. Не надо все время тыкать. Ну что, мы здесь с вами, по-моему, все прошли, да? Все комнаты. Да, все. И со спокойной совестью можно покидать это здание. Но Пламкин мы так и не нашли. Она пошла в какое-то другое, видимо, убежище. Точнее, там, где создают ядер-колу. Ума не приложу, где это место. Но по сюжету мы должны туда прийти. Ну, колу мы тратить не будем. Тут всего лишь 14 минут идти. Так что давайте пока здесь все заберем. Так, ага, мои девушки уже обрюхатились. Теперь только остается ждать, когда же появятся еще два малыша у нас. В убежище. И, если честно сказать, я забыл, где они у нас находились. В каких помещениях. Насколько я помню, здесь должно быть два доктора. Так, вот не помню. С2 дает. Что-то все не то. Вот, по-моему... Да что ж такое-то. Куда тебе присудить-то, е-мое. Вот этот у меня был точно, знаешь, что он на ротпаках он стоял. Отправить в подходящие комнаты. Так, мне надо еще, кстати, кого-нибудь отправить. И мы получим с вами крышки. И четыре. Давай тоже, иди сюда. Так, а вот эти вот красавицы у нас... Да, у них медицина. Поэтому их ставим на медпаке. Так, сколько вы мне дадите крышек? А, тут даже не крышки. Три ядер колы. Это вообще шикарно. И ты тоже иди сюда. Будешь ей помогать. Ай-7. Так, а ты-то у меня откуда? Я уже забыл. Л плюс 3. Да это вообще пока из ряда он выходящий. А2 дает. Ну, у нас с едой пока туго. Пускай он здесь стоит. Ну, что там, интересно. Мои архаровцы-то долго еще будут пиликать. Минута, наверное, только лишь прошла. Хоть действительно трать ядер колу. А какие у нас тут... Ага, рот. Ротпак сделали. А складик нам действительно нужно почистить маленько. Потому что... Только 4 вещи мы можем с вами сюда вложить. Блин, я не знаю даже. Все костюмы нужны. Рано или поздно они пригодятся. Собрать 330 единиц пищи. Так, а какие тут вообще у нас задания? Ага, улучшить любой параметр спешл у 10 жителей. У 10 жителей. То есть, это нужно их тренировать обязательно. А у меня только лишь одна комнатка с тренировкой. Надо будет кого-то сюда приспособить. Но опять же, у меня все люди заняты. Причем нет таких, которые бы просто здесь ходили без дела. Все обязательно чем-то занимаются. Давайте, наверное, пряжу продадим. Она нам все равно не пригодится, я думаю. Также можно и за ленточку. Мы их все равно с вами найдем. В очень больших количествах. Так что не будем жадничать. Будем продавать. А вот синий и желтый оставлять. Потому что это редкие и эпические. Так, и надо бы мне, наверное, здание еще одно построить. Радпаковское, чтобы мы смогли с вами больше вмещать. Лекарства от радиации. Так, 240 крыжек уже. Ух, уровень за уровнем, ребята, он у меня там получает. Видимо, хорошо работает. Трудятся архаровцы. Да еще в оружейку нужно кого-то послать. Так, для редкого оружия нужно 45 жителей. Редкое оружие, ребята, это синее. Так, 11 минут. Блин, я не выдержу, ребята. Давайте потратим одну, наверное, все-таки бутылочку. Фиг с ним. Еще где-нибудь с вами потом надыбаем. Ох, как они быстро бегут. Все, собираем. Прочный комбинезон убежища у нас с вами. Черчеж был. Так что надо будет еще делать для брони. За эту комнату. Дверолом. Смотрите, здесь у нас бокс будет. Пустошь. Дикие гули, 4 часа. Так, тут жажда в странстве 50 минут. Занимательная ботаника. И пошли тут по 2,5 часа, по 7, по 5. Конечно, мне хотелось бы вот это выполнить. Сколько, интересно, они потребуют у меня за доставку? Наверное, все мои эти ядерколы. А, нет, смотрите-ка, 5 штук. Ну, если честно, мне жалко тратить. Может быть, начнем задание. Пускай они сами пока пойдут. Так, задание начинается. Дверолом. Вот они, служители мои, пошли. 10 часов добираться, да это уму непостижимо. Хотя, ребята, у меня, смотрите, 10 ядеркол. Может быть, все-таки потратить пятерочку-то, а? Фиг с ним, как говорится. Так, я не помню, куда этот оплюх-то у меня побежал? Странно. Забежал, потом обратно выбежал. Хе, непутевый. Так, у нас еще, кстати, есть девочка. Она скоро подрастет. Будет 27 жителей. Плюс 2 девушки, которые беременны. Это 28-29. Давайте тогда мгновенно добежим с вами. Ну и, конечно, бы хотелось где-нибудь на задании найти. Еще одного жителя, который бы к нам присоединился. Я еще раз повторю, что лишних рук здесь никогда не будет. Дверолом. Найти дверолом. А что такое дверолом, а? Ух ты, смотрите, какая-то шахта. Дверолом. Это чудовище какой-нибудь или это чувачка так звать? И почему дверолом? Дверь ломает, что ли? Ух ты. А, супер. Еще гости из пустоши. Ну да. Сейчас угадаю. Вы пришли за двероломом. Ты знаешь, что это? Ну, отвечай. Скорее всего, это ловушка. Там полно рейдеров. Удачи. И главное, стоит здесь, да, на проходе. Не боится ничего. Так, и вот нас сразу же встречают рейдеры. Действительно, она меня не обманула. Так, я там ящик пропустил. Надо будет вернуться и забрать его. Ну, давайте, давайте, расколбашивайте. Все шикарно. Быстро и безболезненно для них. Так, забираем крышки и... Ох, здесь можно было даже так сделать. А, это, видимо, одна комната. Блин, рейдера пропустил. Надо мне его лутануть. Не понял, а в чем проблема? А, вот все. Я возьму все, что смогу найти. Естественно. А для чего ты здесь вообще нужен? Мы сюда пришли полутать. Набрать как можно больше всяких предметов, крышек. Ого, сколько тут этажей. Довольно неплохо. Опять рейдеры. Слушайте, ну как, девчонки, я поставил оружие новое, так она сразу стала хорошо шмалять. Но рейдеры с каждым разом все сильнее и круче. Уже не падают с первого раза. Лутаем. Один за всех и все за одного. Ну ты прям как Д'Артаньян, елки-палки. Да, действительно, ребята, мы в какой-то с вами шахте. Еще людей? Ох, сколько же в пустоши дураков. Это говорит нам рейдер. А ты не дурак ли, а? Мух тут расплодил. Видимо, где-то тут за шкафом у них лежит трупец. Потому что слишком много развелось мух. Так, ладно, идем с вами далее. Можно в эту комнатку заглянуть. Здесь пусто. Мы точно сбились с пути. Нет, мы не сбились. Мы идем куда нам нужно. Точно по расписанию. Слушайте, ну с одной стороны хорошо, что здесь у нас рейдеры. С них крышечки очень часто падают. И к тому же они достаточно ватные. Блин, вот что мне нравится в Хастел Кастел и вот в Fallout Shelter. Это именно прорисовка самой игры. Я обожаю вот эту вот мультипликационную графику. Потому что уже как бы, ну, компьютерная графика это одно. А вот именно такая мультяшная, это уже совсем другое. Эй, 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 подожди, подожди, подожди. Дайте мне его утонуть. У него, видите, язык на боку. Сойдет. Ну да, действительно, сойдет. Почти сотню крышек взяли. Сойдет, елки-палки. Так, а что у нас здесь? Пустота. Да что такое? У меня постоянно, я хочу передвинуть камеру на другое место. И у меня постоянно берется мой персонаж. Надоело уже это, честно говоря. Ружбайка. Так, здесь у нас еще комната. Ага. Опять рейдеры. Пришли за двероломом. Вот идиоты. Мы же его выдумали. Да нам уже сказали, что мы выдумали его. Ну почему вы так назвали странно? Двероломом. Я действительно подумал, что он ломает двери. Слушайте, а вот костюмчик такой прикольный, да? Я хочу себе. Ну, у рейдера, который вон валяется с фиолетовой прической. Вот и наш бокс, ребята. Ух ты, винтовка Гаусса. Броник. И крышки. Ёлки-палки. Так, давайте-ка мы поставим, наверное, Гаусса себе. Естественно, смотрите. На 16 урона дает. Ху-ху. Ну все. Теперь они у меня будут шмалять. Будь здоров. Да? Все одеты просто по фэн-шую. Хорошо. Теперь мы с вами продвигаемся дальше. Нам можно подняться повыше. Или подниже. Давайте пониже. Эту комнату туда пройдем. А потом ту, которая останется. С ножичком. С винторезом. Ёлки-палки. Вы меня насмешили, ребята. Оу. Сейчас скританем. Не получилось скритануть. Но, тем не менее, он все равно сдох. Давайте расстреливаем последнего гаденыша. Все. Давайте крышки мне. Крышки. Винтовку взяли. Тут же нет воды. Как же тут все. А, ясно. Вот. Хочу вот такой броник, ребята. Блин. Прикольно смотрится. Точно как у братства стали. Ну, что вы тут со своими поколками. Вы неужели не видите, какие у меня пушки? Хотя у них там тоже такие неплохие были стволы. Видно сразу самодельные с глушаками. Так, рейдер. Вот так вот. И уровень, получается, тринадцатый. Растут. Вот, растут у меня детишки. Еще одни рейдеры. И здесь у нас тупик. Сейчас мы с вами пойдем в верхние комнаты проходить. Ну. Так. Ты попал. И главное, падает так прикольно, да? Язык на боку. Все. Забрали. Больше здесь нам делать нечего. Вот осталось только на вихлу. Прошмонать. Этим сейчас мы с вами и займемся. Ну, а потом уже побежим, естественно, к себе на базу. Я хочу посмотреть, что нам выпадет с бокса. Я хочу себе помощника. Ну, в плане робота, которого звать мистер помощник. Еще недоумки из пустоши. Да когда же они кончатся? Слушай, идиот. Наоборот, вам же выгодно. Вы же и как рейдеры грабите мирных жителей. Ну да. Не повезло вам, что мы сюда заявились. Но глупцы все-таки все равно вы. Так, замечательно. Чем скорее мы это сделаем, тем скорее вернемся в убежище. Полностью с тобой согласен. Что-то вы какие-то с одинаковыми стволами. Блин, и что я этот пропустил? Ладно, сейчас заберем. Ничего страшного нету. Все, готовы хлопчики. Лутаем их. Здесь забираем. О, еще один черчеж. Хорошо, поднимаемся с вами в последнюю комнату. Сейчас мы ее допроходим и возвращаемся. Ну, кто бы сомневался, что здесь не будет рейдеров. И зачем было это все устраивать? В следующий раз просто посплю. А поздно, поздно спать. Забираем. Кстати, ребята, есть еще одна игруха у меня. Ну, я не знаю, правда. Нравится вам такой жанр? Нет. Называется она как-то Мир Крафта, по-моему. WorldCraft. Там играешь за гномов. И можешь, короче, там развивать. Ну, все. Стулья, кровати, корзинки всякие. Ножички, мечи. И потом на тебя ночью нападение происходит. И ты должен отбиваться. Ну, если кто знает, я думаю, поймет. Так что напишите. Может быть, ее немножко попроходить. Хотя у меня и так, честно говоря, завал по играм. Не знаю, как я это все буду успевать делать. Тем более, сейчас больничные у меня заканчиваются. Я выхожу на работу. Видосики будут выходить пореже, пореже, ребята. Ну, да ничего. Отпуск не за горами. Там уж мы развернемся по полной программе. Да, давайте добежим по-быстренькому до своего убежища. Я хочу уж посмотреть сильно, что у нас тут за бокс и рецепты. О, улучшенный огнемет. Вот это хорошо. Карабин. Вот они с карабинами как раз и стояли. Так, здесь мы все забираем. Смотрите, довольно неплохо у нас, да, ребята, уже держится. По крайней мере, напруги, еды и воды хватает. Так что можно уже лишний раз не переживать. Так, давайте смотреть, что у нас тут в боксе достанется. Обожаю вскрывать боксы эти. Так, хлам. Это микроскоп у нас. Крыжек 100. Маловато, конечно. Вода 50. Костюм девочки из деревни. И боевой дробовик. Ну, честно сказать, не особо доволен. Могли бы что-нибудь и получше сюда впендрюхать. Столько ядер колы потратил. Ради буквально одного только лишь дробовика улучшенного. Ладно, не будем расстраиваться. Нам тем более некогда. У нас, смотрите, 5000 крыжек. Много всяких костюмов. Вообще шикарно. Так, есть еще на С? Да, есть. С2, Е3. Сказал прям, как будто я в шахматы сыграл. Собрать 330 гиги с пищей. Ну что же, половину суммы мы уже набрали с вами. Давайте-ка что-нибудь построим. Да? Как вы думаете? Благо, крыжечки нам позволяют это сделать. Давайте, наверное, мы с вами сделаем... Спортзал. Да, у нас его нет еще пока. Так, и куда бы нам его поставить? О, здесь я не хочу, ребята. Для этого нам нужно сделать лифт. Так, вот сюда поставим. И давайте, наверное, в этом направлении нам придется с вами убрать камень. Вот этот. И уже теперь можно спокойно ставить спортзал. Ага. Вот так вот. И еще одну. Короче, три комнаты сразу поставим. Чтобы потом уже не париться. Все, отлично. Надо будет нам, кстати, все это доделать. И медпункт. И где ротпаки делают. Все это надо будет сделать. Но для начала укомплектовать электрических ребят. Потому что с напругой будут очень большие перебои. Поставил, как говорится, комнату, да? А тренироваться туда и некого отправить. Вот тебе и дожили. Так, кладовая. Надо у... Ага, поставил. Блин, ее нужно еще и улучшать, по ходу дела. Ну, вот так-то. Теперь, я надеюсь, он не будет там плакать, что мало места у нас на складе. Расширьте его. Думаю, сейчас нам пока хватит на данный момент этого всего. Так, родная, ты что у меня просто так ходишь? А ну-ка иди к своим ребятам. С6. Максималка здесь у нас, по-моему, идет С10. Ой, С10. Вообще, 10 очков. Поэтому мы с вами будем стремиться к этому показателю. Так, можно ее, интересно, улучшить, радио-студию? Полторы тысячи крыжек можно, а у меня 1361. Не получится. Тогда давайте с вами посмотрим, какие еще есть задания. Угу. 14 часов. Обалдеть. А это выполненные. Ну, я даже не знаю. Может быть, вот этот вот взять. Выследите похитителей. Бутылки и мистера крышки. Время ограничено. Ну что же, давайте тогда, наверное, его и будем делать. Три часа на все про все. Так, берем опять же наших архаровцев. Подождите, а у меня что, не хватает, что ли, по уровню одного? Точно. Тогда давайте пустошь. Дикие гули. А вот здесь вот все нормально. Так, и последнего. Все, начинаем задание. Ну что такое нападение рад тараканов? А здесь у меня, как обычно, никого нету. И сейчас они тут расплодятся у меня по всему моему убежищу. Так, ребят, я, наверное, не буду тратить ядер колу. Пускай они уже там сами добегут. Тем более, мы серию скоро будем с вами завершать. И уже в следующий будем проходить то задание. Ну что вы не перемещаетесь-то, а, тараканы чертовы. Так, да подожди ты, стой на месте. Блин, кто у нас тут поблизости-то есть? И взять-то некого. Ёлки-палки, плодятся, уроды. Обучайте своих жителей, чтобы повышать их параметры спешл. Да понятно все. Подсказку он мне. Сказанул. Ну-ка, интересно, он один справится здесь? Да, в принципе, почему бы и нет, да? Ёлки-палки, во всех этих комнатах появляются. Ну-ка, давай-ка мы вот этот тебе дробовик дадим. Улучшенный. Так, а тебе вот этот вот. Лазерное оружие. А, ёлки-палки, я же забыл, что она беременна, она не будет воевать. Сразу там обмочилась, побежала куда-то. Так, ржавый лазерный пистолет, его заменить нечем, к сожалению. Бегут, блин. Ёлки-палки, это же две медички, точно. А это-то с тесаком наяривает там. Всё, победили, молодцы. Полностью? А, нет. Вот тут ещё на радиостанции. Всё, справились наконец-то мы с ними, со всеми. Так, иди-ка, наверное, туда, на радиостанцию. Девятый уровень получает у меня персонаж. Так, ну что, еда, в принципе, сейчас накопится уже. 330 единиц пищи. Не так уже долго осталось ждать. Ёлки-палки, сколько здесь. Смотрите, тараканов расплодилось. Чёрт бы их побрал. Они ещё и полезли наверх. А я-то тут расслабился. Да, 08, давай вот этот, наверное, тебе поставим ствол. Так, здесь... Здесь тишина. Давайте, помогайте. Нечего вам тут на складе торчать. Как говорится, время только зря просиживать. Нужно справляться с этими тараканами. Иначе расплодятся везде. Это пока я вам ещё, ребята, говорю, маленькая тут у нас помещенница. А когда будет больше комнат, и если они с самого-самого низа и продинамишь, всё, это жесть. Они тут везде разбегаются и задолбачиваются их потом влавливать, уничтожать. Так, ну что, надо теперь подхиливать ребят-то. Они постарались на славу. Теперь надо их немножечко подлечить. Так, водичка у нас сделалась. Ну что, вроде бы как и всё, ребята. Тараканов больше нету. Ну, а мы, наверное, будем с вами завершать эту серию, да? Так. Сколько нужно? Полторы тысячи. Ладно, сделаем. Потому что нам электричество нужно будет, мы будем много построек делать. А про напругу я вам уже объяснял в прошлых сериях, что этот ресурс очень нам нужен. Так, ну что, 3 часа 56 минут. Эти будут, ребята, бежать. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами уже в следующих сериях. И продолжим проходить Fallout Show. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok